Всем привет, ребят! В одном из своих недавних видео я рассказывал вам про то, что в апреле должен в игре появиться прем-танк 8 уровня в французской ветке развития. Это Лоренг 40 тонн. И вот сейчас у нас с вами есть замечательная возможность посмотреть на этот танк в бою. Так что я думаю, это всем будет интересно. Поехали! Если ты реально любишь World of Tanks, играй на Power and Win и выигрывай деньги и призы каждый день. На Ботшоп залетай! Бесплатный розыгрыш, джекпот и куча танков. Ссылка в описании. Итак, ребят, это реплей не с ру-региона, это реплей с евросервера, ибо на евросервере уже вовсю Лоренг 40 тонн выкатывают в рандоме. Уж не знаю, тестер ли она там продается, я за этим не слежу. Для меня самое главное, что у меня есть реплей, где я могу посмотреть этот танк в бою. Итак, ребят, давайте сразу же отметим ее ходовые характеристики. Посмотрите, как танк набирает скорость с места. Все дело в том, что 21 лошадиная сила на одну тонну веса. Это очень-очень много, не у каждой ЛТшки даже столько есть. Для СТшки это вообще шикарный показатель. Без базара у Бата больше, у Бата гораздо больше. Но посмотрите, у танка с динамикой нет вообще никаких проблем. Он бодро набирает свою максималку в 60 км в час. Кроме того, здесь и задняя скорость тоже неплохая. Поэтому с этим, я думаю, проблем ни у кого не будет. Сразу же хочу отметить минусы танка. Это самое главное, это его картонность и достаточно он высокий. Причем, когда Лора была на 9 уровне, она была еще, по-моему, выше. Сейчас танк переделали. У него изменился ВЛД, НЛД. Башня стала немножко другая. И на мой взгляд, у танка, ну как-то силуэт стал поменьше, что ли. Он стал как-то покомпактнее. Но это, может быть, я неправильно воспринимаю пропорции танка. Но в любом случае, ощущение, что он стал меньше немножко по размерам. А это хорошо. Потому что в такую картонную машину промахнуться особого труда не составляет. Кроме того, ребят, так посмотрев бои на этом танке, я пришел к выводу, что у него достаточно легко критуется боеукладка, которая находится спереди. Это все про минусы. То есть я вам рассказываю про танк всю правду, все как есть. Для меня нет цели перехвалить танк или, наоборот, как-то его, я не знаю, опустить танк. То есть я рассказываю все как есть. Значит, переходим дальше. Что касается его огневой мощи. Здесь все отлично. У него орудие это то, что делает, на мой взгляд, этот танк имбой. Помимо того, что у него есть хорошая подвижность, а в нашей игре подвижность роляет, да, давайте посмотрим еще на обзор. Обзор у него базовый 380 метров, но, как вы видите, даже без использования доп.пайка наш герой, который играет на этом танке, без проблем раскачал 445 метров. Вы видите, у него обзор упирается прямо впритык. То есть, что нам это дает в бою? Ребят, любой слепой танк очень сильно зависит от союзников и должен играть только на ближних дистанциях или союзники должны ему светить. В этом случае вы становитесь зависимыми. Если ваши союзники сливаются, вы начинаете испытывать проблемы с тем, что вы не имеете права первого выстрела. Вас просто-напросто пересвечивают. Соответственно, у танка мне вот писали, когда я сказал, что обзор 380 метров, это не хорошо, не плохо, это просто нормально, танк не будет себя плохо чувствовать. Вот вам прямое доказательство. Без проблем, без всяких голдовых расходников обзор раскачивается, соответственно, в 445 метров. И это хорошо, ребят, потому что, ну, серьезно, иметь не слепой танк, это очень хорошо. Я, правда, не знаю, какие перки у игрока у этого, но это обычный аккаунт, то есть это не пресс-аккаунт, я думаю, у него не больше 3-4 перков у танка, поэтому не надо думать, что у него здесь 12-перковый экипаж. То есть самое главное, что я хочу сказать, любой желающий, не используя голдовых каких-то расходников, может прокачать обзор этому танку и сделать его независимым от союзников. Теперь переходим к орудию. Орудие тоже шикарное, ребят, на восьмом уровне, ББшка, 232 пробития. По сути, на этом можно закончить, голда здесь становится особо не нужна. Но если вы захотите голдой пострелять, то, пожалуйста, 263 пробития, пожалуйста, пробивайте десяток прямо в лоб. Боекомплект у танка не маленький, то есть можно взять и голдовых снарядов, и бронебойных снарядов вдоволь, и, соответственно, если, как говорится, не придется, то голда вам... Ну, то есть, не будет такой ситуации, что у вас ББшки кончились, и вам по каким-то картонным целям придется стрелять голдой. То есть, боекомплект позволяет здесь возить и тех, и тех снарядов вдоволь. Конечно, если бой будет затяжной, вы их все израсходуете, но, по крайней мере, они у вас гарантированно не кончатся, если вы, конечно, весь бой в молоко стрелять не будете. Это тоже, ребят, это мелочи, это вот эти вот мелочи, но я вот очень заметил, например, АМХ-50Б, у него очень большой боекомплект, я вожу там и таких снарядов, и таких, и я не парюсь, я стреляю. А на том же Батшате каждый выстрел, который вы сделали мимо, может в конце сыграть свою злую шутку, потому что у Батшата 30 снарядов, и зачастую их просто-напросто не хватает. И вы не можете... Я даже голдовые снаряды не вожу на Батшате, потому что барабан могут кончиться под калиберы, там, и барабан вы полностью не расстреляете, и у вас в конце останется один снаряд там под калибер и два кумулятива, а заряжаются они по времени столько же, сколько и обычный барабан. Ладно, в общем, переходим к орудию. А Лорка потеряла несколько снарядов, теперь у нее в барабане четыре снаряда. Четыре снаряда с альфой 300 и пробитием 232. Это шикарно, это 1200 урона с барабана. Как вы видите, барабан перезаряжается в стоке 35 секунд. У игрока, видимо, стоят какие-то перки, может быть, боевое братство, я точно не знаю, но у него перезарядка 33,75, то есть, ну, грубо говоря, 34 секунды. Не особо разница большая, поэтому на это тоже обращать не будем внимания. 34 секунды для перезарядки барабана это нормально. Внутри барабана 2,5 секунды КД, при этом орудие сводится по ТТХ за 2,7 секунды. Обязательно ставим усиленные приводы наводки, что дает нам на 10% более быструю сводку. И получаем, что орудие у нас будет сводиться на несколько долей миллисекунд, соответственно, быстрее, чем перезаряжается орудие внутри барабана. То есть, когда вы разряжаете барабан, стоя на месте, на дистанции, у вас орудие как раз успевает свестись к тому моменту, как у вас готов следующий снаряд. Конечно, 2,5 секунды сведения, грубо говоря, да, с усиленными приводами наводки, это долговато. И если вы где-то неслись на полной скорости, а лорка может быстро ездить, да, мы это с вами уже поняли, то после остановки вам потребуется потратить секунды 2,5-3, там примерно, да, для того, чтобы четко выцелить цель и не выпустить снаряд куда-то в молоко. Да, это неприятно, и после качеля к вам придется досводиться, потому что, как вы видите, на ходу у танка не самая лучшая стабилизация. Это тоже к минусам можно отнести. То есть, танк сходу может стрелять только в притык или на средних дистанциях. На дальних дистанциях даже не думайте. Полная остановка, полное сведение, потому что, расстреляете барабан в молоко, уйдете на 35 секунд в бесполезные КД. Что еще касается комфорта от орудия, это, соответственно, 8 градусов углы склонения вниз. Не то, чтобы это прям максимальные значения были в игре, да, но это и не 6, и не 5, там, как у советских танков. То есть, 8 это такой середнячок, особо от башни не поиграешь, но и на рельефах местности сильно страдать не будешь, сильно вылазить не придется. Так, подведем итоги. На сегодняшний день при той арте, которая сейчас есть в рандоме, лора, конечно, будет ловить пробитие без проблем. Тут особой брони нету. Французским картоном, как вы понимаете, арту не удивить. Очень ходит много слухов. Нерф это или апп, по сравнению с АМХ 50-100, если лору сравнивать на 8 уровне, да, единственный, с кем приходит на ум сравнение, это с французским тяжелым танком АМХ 50-100. У того примерно такие же показатели, только динамика хуже. И на два снаряда больше в барабане, примерно при тех же параметрах орудия. Соответственно, возникает вопрос, что лучше, долгое КД в 50 секунд или быстрое КД в 35 секунд всего барабана, но иметь на два снаряда меньше, чем у АМХ 50-100. Ребят, все зависит от ситуации. Если вы приехали убить, соответственно, одноуровневую восьмерку, то вы в этом бою видели, что, например, на 3-4 снарядов не хватило с барабана. Это, конечно, минус, что вы одноуровневый танк гарантированно с барабана не забираете. Но, ребят, наиболее частые ситуации, когда вам надо добивать подранков. И я, как любитель барабанных танков, могу сказать, что очень часто ситуации проходят, когда вы не откидываете 6 снарядов с барабана. И это уже не раз было доказано. 4 снаряда, 5 снарядов в барабане, и даже 3, это гораздо лучше, чем 6. С учетом того, что 6 перезаряжаются дольше. Вы сами понимаете, да? Поэтому 3-4 снаряда в барабане, на мой взгляд, это идеальный показатель. Из-за этого ТВП очень хорошо играется. Но это, ребят, как вы понимаете, исключительно мое мнение. Вы можете с ним не соглашаться. Возможно, для вас барабан на 12 снарядов с КД там в 3 минуты был бы вообще идеальный вариант. Напишите, кстати, об этом в комментариях. И я даже голосовалку в видео прикреплю. Что для вас лучше? 6 долго перезаряжающихся снарядов или 4 быстро перезаряжающихся снарядов? На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok